Ребят, всем огромнейший привет, как всегда, на канале Семен и Чемоданах. Меня зовут Славян. Мы в полном составе приехали в Сочи. Я надеюсь, по первым кадрам выпуска вам было понятно, где мы. Наконец-то это долгожданная поездка, которая с нами никак не могла случиться, но мы увидели, что будет шикарная погода и в Краснодаре, в принципе, и в Сочи еще теплее, и солнышко, поэтому мы не стали сидеть дома. Быстро собрали за один вечер просто чемодан, прыгнули в тачку и поехали. Сейчас мы еще едем, но уже в самом центральном Сочи. Как мы добрались? Посмотрите выпуск предыдущий по серпантину. Очень сильно устали. Самое интересное, что пока мы ехали, нам не подтверждали бронь. В общем, смысл заключается в том, что мы забронили, вечером решили, вечером забронили и утром как бы выехали. И пока ехали, нам бронь не подтверждалось. Я связываюсь с техподдержкой Airbnb. Я говорю, какая-то ситуация. Они связались с человечком, с хозяином и говорят, что у нее, короче, какой технический сбой, она вообще задает жилье от 5 дней. И нам пришлось отменять бронирование. В общем, небольшое получается. Ему рощи с дороги словили. И самое интересное, что мы едем в Сириус, Адлера. Мы не знаем, где будем жить пока что, потому что жилье у нас слетело. И что дальше нас ждет, не знаю. Но у нас же есть машина, в которой мы на короняк можем всегда переночевать. Большая, просторная. Не переключайтесь. Выпуск будет очень интересный. Поддерживайте его, конечно же, лайком. Пишите комментарии. Я думаю, что огромная часть наших зрителей и подписчиков, кто давно нас смотрит, очень рады, что мы приехали в Сочи, потому что они к нашему каналу, к нам присоедились именно с того момента, как мы стали здесь зимовать. В общем, погнали. Вот видите гору и на ней постройка. Это гора Ахун. Шикарные виды открываются в нее. Там еще есть колесо обозрения. А чтобы еще лучше вам узнать город Сочи и с удовольствием по нему путешествовать, я рекомендую вам приобрести наш авторский гайд. Мы суммарно в Сочи прожили год, изучили все места, собрали столько информации и все это дело упаковали в такую вещь, у которой состоит из двух частей. Цена вопроса всего лишь 490 рублей. Там есть все, локации, рекомендации, заброшки, где вкусно покушать, самые вкусные хачапури. Короче, там очень много всего. Для того, чтобы его приобрести, нужно написать либо мне в инстаграм-директ, либо Настеньке. Пишите, приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с удовольствием. Итак, кстати, гайд разбит на районы, и там даже есть Красная Поляна, так как на Красной Поляне мы тоже прожили 4 месяца. Прекрасный вид, здесь открывается наша любимая дорога. Сейчас еще кусок нашей любимой дороги покажу, особенно моей. Раньше здесь еще постоянно ездили, но когда там в центр Сочи гоняли, когда здесь дожили, виды потрясающие. Короче, здесь, на этом участке, тогда, когда мы здесь жили, была всегда пробка. Я всегда говорил, что эта пробка настолько кайфовая, потому что ты стоишь в пробке, там час-два, полотнел. Вот с таким прекраснейшим видом на море. Любая пробка позавидует. И вот она, любимая улица, моя лично, это вот эти высоченные кипарисы, стоят вдоль. Я боялся, когда первый раз мы ехали на машине, как раз жить на Красную Поляну, и здесь ехали, я такой, вау, вот это да! Так все зеленое, так все клево. Февраль, а тут такая красота. И, конечно, первое, что мы сейчас сделаем, это мы пойдем в наше любимое кафе-ресторан. Вера Мишель. Все дружненько. Сейчас ждем маму. Поехали. Нормально, но, говорю, устали. Сейчас посмотрим, подросла она в ценах или не подросла. И перерыв сделаем, потом, наверное, сходим к морю, заброним, возможно, какое-нибудь жилье, если у нас получится, вот. Ну, чуть позже все все узнаем. Так, здесь, как всегда, прикольно, но ценники здесь вообще поднялись, поднялись мощно. Настя, как говорит, перей раньше и по 70 было, сейчас по 110. Нет, перей было по 40. А, по 40, да, было, по 75 стало. Ну, сейчас посмотрим, насколько у нас выйдет. В общем, с лета ценники действительно изменились, потому что мы брали, сейчас обходим, что взяли. Обычно вот это вот у нас выходило рублей на 500-600. Сейчас это вышло на 950. Этого раза подорожало, и видно, что людей стало меньше, потому что... Обычно секундка едет, и, кстати, и еды меньше стало. И мы тоже уйдем. Может, это просто желтый? Да, это не точно. Два борща у нас зеленых, сколько-то там кусочков хлеба, два чая, два компота и три порции пюрешки с куриными котлетами. Вот все это на 950 рублей. Мы быстро поели, и сейчас срочно двигаемся на закат. Постараемся не пропустить, а потом уже с жильем решим. Так, ну все, мы уже двигаемся. Там вон виднеется закатик. Сейчас побежим, добежим точнее. Мирончик укутанный, да, вон там Радюшка. И там у нас с вами море и прекраснейшая Олимпийская набережная. Смотрите, как солнце раскрашивает небо. Красота, красота! Наконец-то, наконец-то мы здесь. Правда, еще ничего с жильем не решили, но я надеюсь, у нас получится это сделать. Воу, гляньте, какая там красота происходит. Я, знаете, сейчас сходу вижу, что новых самокатных шейлингов прибавилось. Вот, например, оранжевый. Таких не было раньше. ВУШ, как всегда, стандартно. А, вот еще вот такой новенький какой-то. Понятно, раньше у ВУШа не было конкурентов, а сейчас много. У-у-у, какая красотища. Слушайте, ну это невероятно. И мы с вами успели. Ну что может быть лучше успеть на закат? Привет, море. Классно. Нет, успели, смотри, он еще. Торчало даже кусочек. Нет, тут что я видела, тут что выглянулся. А чем, Родион, не убегайте! Ну и самое главное, да? Сколько людей. Много. Одна только гормишель пустует. Подписающе. Ну закат, конечно, бомбический. Жаль, что мы чуть-чуть, потому что ждали пока кто доест. Родион доживет как летом. Правильно. Не Настенька. Настенька самая первая съела все. Проголодала. Проглотила. Вот. Так, ладно, сейчас спускаемся. Да, пляжи-то как раз было. Здесь летом все было засыпано галькой. А сейчас все. Прям. Вот такие вот булыжники. Ну и пусть они будут, не вопрос. Море, кстати, в этом году тоже очень сильно холодное. 10 градусов, а даже было 8. Поэтому я, конечно, не знаю, буду ли я купаться. Но возможно. Ну что, на плане отвороженной. Ой, Томочка что-то там пилит. Слушай ты, ну вообще. Красота. Любимая Меретинка. Давай скорейше на руку. Не залазь сюда, пожалуйста. Корягу притащила. На набережной. Ничего пока не изменилось, но я не вижу изменений. Вам пацаны увидели? Это ширпицу сразу. О, наши любимые папирони. Да, это любимые. Да, сейчас пойдем посмотрим. Там палатки, по-моему, не было уже, когда я здесь был. В июлевой палатке, детской площадке. Вот. Сейчас посмотрим, чем ее заменили. Вот такой вот пляж. Пойдем до бархатных сезонов. Ну, тут, конечно же, изменения. Здесь про рыбу так и остались. Про рыбой. А сур в кафе отсюда убрали. И поставили какой-то вот экран. Не знаю, может быть, здесь какой-то кинотеатр есть. Ну, и в целом, вот детская площадка. Она по-прежнему. И красиво все это дело подсвечивается. Вот. А может быть, это такой ребрендинг у них произошел. Не знаю я точно. Но посмотрим. Здесь вообще большое количество сур в кафе. Поэтому, если мы найдем хоть одно сур в кафе, значит, это что-то новенькое. Если все сур в кафе стали про какое-то, про кофе, значит, ребрендинг. Не получилось у нас дойти до бархатных сезонов. Потому что Мирончик раскопринчился. И солнце пропало. И все стало прям холодать. Поэтому нам лучше сейчас определиться по-быстрому с жильем. Че и как и где. Вот. Ну, сейчас определимся, вам покажем. Так. Ну, вроде мы забронили. Единственное, что нужно ждать подтверждение. Не знаю, сейчас что получится, не получится. Ну, посмотрим. Еще в техподдержку опять позвоню. Сидим вот так вот. Веронечку сну. Ждем, когда нам подтвердят бронирование. А дети носятся. Вот прям первая линия. Вот так вообще можно жить, вот так мужчине. Хоп, ты на первой линии. Пришел, переночевал и пошел к морю. В общем, сейчас забронили, ждали минут 20. Я уже опять позвоню в службу поддержки и говорю, типа, можете сами связаться с ней. В итоге они до хозяйки тоже не могут позвонить. Не дозвонились до нее и говорит, меняйте ее тоже. А как бы по правилам человек может в течение 24 часов только запрос принять. Очень странно. И говорит, попробуйте воспользоваться мгновенным бронированием. Надо сейчас галочку поставить и попробовать что-нибудь другое искать. Файл, который я снял из машины, он почему-то удалился. Так вот. Мы забронировали жилье. Сделали галочку мгновенное бронирование. Выбрали себе квартиру. Нажали забронить. Сразу почти все подтвердили. Написали нам в чат, что сейчас сын свяжется. Он связался. Мы на WhatsApp с ним, короче, переключились. В итоге он мне скинул адрес. Как пройти, как проехать, как зайти. Голосовые сообщения. Сказал, что это заезд в квартиру без его участия, то есть самостоятельный. Вот. И мы прыгнули и сразу поехали. Мы зашли. У нас вон Мирончик по-прежнему спит. Это, короче, знаете что? ЖК Green Park. Новенький, современненький. Квартира по фоткам вроде тоже хорошая. Вон огромная детская площадка там. Прикольно. Завтра, да, как говорится, пойдем гулять. Я вам все подробно покажу. Сейчас мы пойдем заселяться. Мы вон еще в магазин заехали. Купили кофе, молоко, яйца, хлеб. Вот. На завтрак. Сразу возле лифта. Вот квартира. И здесь, короче, смотрите, вот так вот. Фикс. Кодовый замок. Надо везти. И там, короче, по ходу, ключи будут. Понаделывают этих замков, короче, вообще. И вот. Вот стоим. Вот цыгане в натуре. Вот. Класс. Просто я не знаю. Это что? Приключение, что ли? И не работает. Вон я все пальцы себе стер. Один кот присылает, не подходит. Второй кот присылает, не подходит. И в итоге говорит, сейчас я приеду. Ждем. Прикиньте, мы в квартире. И у нас это получилось. Давайте я сейчас вам сделаю быстрый обзор. Потому что, на самом деле, квартира, она такая квадратная. И она особо, как бы, не требуется обзора. А завтра где-то мы прогуляемся по территории, да, все покажем. Ну, завтра будет новый день, новый выпуск. Вот. Поэтому давайте погнали. Входная дверь. Давайте немножко покажу, чтобы вам было понятно. Собственно, это такая, типа, прихожка, да. Есть вешалка. Вот. Wi-Fi достаточно хороший. Смотрите. Поворачиваемся направо. Здесь сразу Родион. Хватит лепить снежки. Родион. Так, тут же Настенька. Спит Мирончик. В принципе, достаточно широкая кровать. Две тумбочки. Есть, значит, еще тумбочка. Шкаф. Все новое. Вот этот жилой комплекс, он новый. Соответственно, полотенце, постельное белье. Диван. Дополнительное спальное место. Телевизор. Здесь все. YouTube. Все дела, короче, все есть. Дальше. Стол. Сколько тут стульев-то? Четыре стулья. Отлично. Большое панорамное остекление. Сплит-система. Но здесь это панорамное остекление. Она как бы вон к соседям. Видите? Вот соседи, привет. Вот. Ну и, в принципе, во двор, где мы шли. Вот. Здесь кухня очень красивая. Ну, если можно назвать это дизайнерским ремонтом, значит, это дизайнерским ремонтом. Ну, в смысле, в плане того, что он, да, он новый. И плюс ко всему, что цвета сочетаются. Мне вообще нравятся вот эти вот каменные. Типа, когда столешницы делают, когда шкафы такие делают. Здесь микроволновка, чайник, индукционка, раковина, холодильник. Все новое. Поэтому, конечно, останавливаться в таких местах особенно приятно, учитывая, что они равнозначные по, ну, стрёмненьким, так сказать, квартиркам. Вот. Здесь все есть. Да, по цене она столько же стоит. Это, собственно, мы купили. И все. И вот отсюда вот получается вход, да. И... Как он, господи, туалет. Все, башка сегодня у меня уже нельзя не варит. Стиральная машина. Шампунь всякие есть. Туалет непосредственно. Раковина со шкафчиком. Это я. И за моей спиной вот бойлер, который нагревает воду. Вот такая вот квартирка. Самое, что прикольное, он приехал, ехал он 25 минут. Мы его подождали. Естественно, куда нам уже деваться. Он сегодня просто на 4, на 4 варианта или на 3 варианта нас просто опрокинули. И он подчинил этот, короче, сейф, где лежат ключи. И дал нам ключи. Потом ушел, пришел и говорит, вы меня извините. И пришел с пакетом. И вот нам принес фрукты пацанам. Говорит, извините меня, пожалуйста. Вот вам как презентик, чтобы было. Представляете? Это не сочинский подход, кстати. В самом ЖК нет мест для машин. То есть это не запускает автомобиль, только на разгрузку. И нужно парковаться вот тут. А я сейчас вышел за всеми вещами. И прямо здесь освободилось место. И я тут поставил козырненькое такое. Будем пить кофе. А еще мы здесь сделали быстренько такую перестановку, чтобы пацанам было удобно спать. Они всегда просят себе тубочки. Это самый главный критерий съема жилья, чтобы у каждого было по своей тубочке. Соответственно, подвинули эту кровать. Ну да. Вот. И, ну короче, я где-нибудь лягу. Все места есть. А мне, как всегда, не досталось. Все, что хотел сегодня показать вам, я показал. И самое главное, что у нас получилось заехать в достаточно неплохой вариант. Мы сегодня безумно устали. Будем ложиться отдыхать. Точнее, все мы сейчас будут ложиться отдыхать. А я пойду, как всегда, для вас монтировать выпуск. В общем, ставьте лайк. Пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал, если впервые попали. Либо смотрите без подписочки. Я пошел. Пока. Спокойной ночи. Я думал, он выключится и будет так прикольно. Чукс. И сразу темнота. Ну тогда вот так. Пишите комментарии. Замоенный. Прикольно стук. Я не желаю. Ну тогда планирую. Где-то палец. Я выбрал. Снова ты высох.